Приветствую дорогие друзья, с вами Зидыч и сегодня у нас обзор замечательного самолета Мистер Шмидт 262 с 50 мм пушкой. Эта модификация по-настоящему интересна хотя бы тем, что может без проблем уничтожать любые вражеские бомбардировщики. Но вроде бы как я собирался сначала сделать трудный день, но единственный трудный момент, который я испытал, это вот чуть не врезался в здание, когда взлетал, потому что поначалу не хватает немножко тяги нашей швальбе и в итоге все-таки все обошлось. Но перейдем к делу. Итак, первый вопрос, который беспокоил некоторых моих подписчиков, это как ты будешь попадать к бомбардировщикам? Ведь это швальба, наверное будет закидывать к Сейбрам, Мигам и прочей нечисти, но на самом деле я вам хочу сказать, что рейтинг, боевой рейтинг этого самолета всего 7,2 и поэтому не будет таких жестких дисбалансов в плане боев, поэтому мы попадали к Либерейтерам и Метеорам, Шутингстарам, но не более. Итак, у нас сейчас стоит дилемма, на ком испытать пушку первым, на Метеории или же все-таки Б-24, но могу точно сказать, что на Б-24 лучше всего начинать, потому что все-таки это основная наша цель и сейчас мы оценим, насколько хороша пушечка у нашей швальбы. Превосходно, достаточно одного попадания, чтобы уничтожить вражеский Либерейтер, да и баллистиковая полета снаряда очень хорошая, можно сравнивать, например, с Як-9Т, а быть может даже лучше. Все летит по прицелу. Итак, у нас сейчас ситуация, когда Шутингстар сел нам на 6, и вы знаете, у нас нет ускорителей. Да, вот это вот единственная, наверное, проблема, то что, в отличие от других швальб, которые находятся в ветке Мессершмиттов, у нас нет, к сожалению, ускорителей. Но это не проблема, будем втягивать противника в маневренный бой, уходим почти под него, разгоняем самолет и тянем ручку на себя по косой петле. Смотрим за действиями противника с помощью правой кнопки, вот что-то я смотрю совсем не туда, у меня выделена, наверное, другая цель, я сейчас попробую пикнуть все-таки по Шутингстару. Шутингстару, да, вот сейчас я его вижу, замечательно вижу, и уходим наверх, сейчас вот скорость будет рабочая, как будет в районе 400, мы сделаем следующий маневр и попробуем выйти на огневую. Но этого не потребовалось, заметьте, как хорошо маневрирует наш самолет, потому что скорость рабочая, и, соответственно, мы могли бы, конечно, побороться с Шутингстаром. Но он начал убегать, потому что подлетел союзник, и мы будем сами его догонять. Почему я принял решение вступать в маневренный бой? Потому что по прямой мы не отрываемся от Шутингстара, модификации цели, к сожалению. Поэтому у нас не было другого выбора. Итак, единственное, что нам сейчас нужно, это нормально попасть по Шутингстару. Он достаточно юркий, но ничего, это не проблема, потому что швальба тоже не так проста, у нас достаточно хороший крен, или, говоря по-английски, ролл. Поэтому мы рано или поздно догоним нашего противника, собьем его к чертям и полетим дальше. Поймать противника в прицел довольно сложно во время скольжения или каких-то там резких маневров. Нужно ждать, пока он переваливается. Вот сейчас замечательный момент, и мы ловим его как раз во время перекладки, но он почему-то летит дальше. Нужно еще добавить. Вот теперь точно все хорошо, у него отлетают два крыла, и мы счастливы. Наша немецкая душонка ликует от уничтоженного Шутингстара. Представляете, какое удовольствие можно получить, когда уничтожаешь самолет, который вроде бы как должен нагибать. Мы вовремя ушли наверх, потому что промчался метеор и мог бы, конечно же, нас сбить. Его мы не догоним, поэтому просто полетим под противником в ожидании новых целей. Немецкий городовой? Это же Б-24. Заметьте, как он низко летит, думал, его не заметит. Там истребители будут наверху летать, никого не тронут, а он там будет крабить наземку. На, получай еще раз. Теперь он точно упадет, и напоследок его Петровичи успевают зацепить наш самолет. Покромсать нам краску, да как он посмел это сделать? Далее уходим наверх, в надежде, что мы увидим метеора и достанем его, может быть, нашим выстрелом. В итоге метеор сам принимает лобовую и идет на нас, но увидев наш здоровенный дрын, который выпирает впереди, у него заиграло в одном месте, он передумал, улетает куда-то в сторону, боже мой, он увидел наш дрын, у него сразу стало, я не знаю, там, паника, он снится ему будет. Теперь такой здоровенный наш дрын ему будет сниться. Ну вот и слава богу, пусть ему будет страшно, потому что мы наш в альбе. Ну раз мы не можем достать метеора, решаем все-таки полететь на филд, зарядиться и отремонтироваться, заодно пополнить топливо, потому что у нас всего 10 минут. Вообще снаряды у нас должны быть прилично, потому что, как вы помните, я стрелял очень аккуратно, в основном уничтожался одного попадания, единственный соперник, на котором мне потребовалось где-то 5 снарядов, это был Shooting Star. Итак, мы увидели ботов, они у нас по пути, поэтому грех не закрабить, почему бы и нет. Делаем по одному выстрелу, уходим наверх и перекладываемся, сейчас у нас будет виражный бой, маневренный бой против ботона Ил-2, мы сбрасываем тягу до половины, активно работаем с закрылками, выпускаем до взлета, когда оно сопускается немножко вниз, до посадки, сразу нужно их убирать, потому что иначе их оторвет, вообще мы не разгоняемся таким образом. У нас была несколько иная задача, поэтому мы себе позволили. Макс, прости, на эту дуэль мы выиграли. Да, ребята, я выиграл дуэль у Макса, я могу собой гордиться. Теперь в небе над Берлином стало безопасней, не благодарите. Итак, при посадке на филд мы активно используем нашу пушку, стреляем, чтобы сбросить быстро скорость. Я был прав, у нас достаточно много снарядов осталось. Вообще, общий боезапас составляет 32 снаряда. На данный момент мы смогли сбить 5 противников, 3 игроков и 2 ботов. Ну что ж, пора вылетать. Вот сейчас очень интересная ситуация, обратите внимание на очки наземной техники. Мы серьезно проигрываем и реально можем, конечно же, уступить противнику, не успев уничтожить все их самолеты. Поэтому я принимаю сейчас самое верное решение. Не трогаю противников, а делаю своей целью прежде всего корректировщика. Это очень важно, потому что уничтожение нашей наземной техники резко сократится. Нужно обязательно уничтожить Пе-2, что я, в общем-то, сейчас и делаю. Главное, чтобы пока я это делаю, наш союзник продержался, потому что я очень хочу ему помочь, но у нас просто нет выбора. Прости, друг, потерпи немножко. Ну все, теперь можно браться за Метеора. Хенкель 162, живи, живи, дружище! Уходи наверх, тяни его, подвешивай, чтобы я смог его быстрее сбить. Да-да, Хенкель делает все верно. Он затягивает противника немножко выше, чтобы противник немножко потерял скорости. Метеор делает ошибку. Почему-то он, может быть, меня не видит, или что, он уходит резко наверх. Он же там будет без скорости, а следовательно, его будет легче сбить. Почему он это делает, непонятно. Но ничего, в принципе, нам так даже проще. Он уходит резко наверх, он думает, что у нас нет скорости, мы же на Швальбе. Но он недооценил наш самолет. Прощай, Метеор. Прощай. Отправляйся в ангар. А мы тем временем с Хенкель 162 найдем последнего противника на Биркете и завершим этот бой с невероятным успехом. Итак, пока мой союзник находит и сбивает Биркета, подведем итоги. В боях со своими ладоклассниками из других наций Швальбе уступает по динамике разгона, а также к климбу авиации США. Метеор мы тоже не догоняли, все же у нас нет ускорителей. Советские реактивы не такие резвые, но немного маневреннее американцев. В любом случае, Швальбе в маневренном бою уступает и тем и другим, но зато у нас хорошо сохраняется скорость. Например, Шутинг Старк в восходящей спирали вполне можно пропустить. Но что на самом деле меня очень порадовало, так это невероятно крутая пушка, которая реально гнет. Как минимум она не хуже, чем у Як-9Т по точности. Звено таких самолетов будет реально карать. На этом все, ребята. Если вам понравился обзор по немецкому монстру, тогда подписывайтесь на канал и ставьте палец вверх. Ну и конечно же, оставляйте свои комментарии. Удачи в небе, War Thunder! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok